Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и культуры и последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Команда Никиты Михалкова уже на протяжении более года стоит на страже порядка и справедливости на территории Российской Федерации и активно борется с негативными элементами российского шоу-бизнеса и высших эшелонов власти. Благодаря действиям организации по борьбе с преступностью и коррупцией, которые руководят Александр Домогаров, Никита Михалков и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, многие публичные личности российского шоу-бизнеса и высших эшелонов власти уже оказались за решеткой. На данный момент серьезные проблемы с законом возникли у семьи Ксении Собчак, Татьяны Навки, известной телеведущей Елены Васильевны Малышевой, бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и у практически всей семьи Сергея Шойгу. Однако сегодняшнее событие, которое произошло утром в Кремле, относится к разряду из рук вон выходящих. После визита к Верховному главнокомандующему Российской Федерации был арестован известный российский и советский актер, народный артист России, руководитель губернского Московского драматического театра Сергей Безруков. 50-летнего актера задержали прямо в момент выхода из здания, когда артист попытался сесть в свой автомобиль. Сергея Безрукова доставили в полицейский участок. В аресте принимали участие члены антикоррупционного комитета Александр Розенбаум и Сергей Коробченко, а также сотрудники полиции. По последним данным, причиной ареста стали многочисленные жалобы сотрудников губернского театра, которым руководит Сергей Безруков. В команду Никиты Михалкова поступили тысячи жалоб на народного артиста России, и сотрудники антикоррупционного комитета и полиции сработали незамедлительно. В частности, на данный момент Сергей Витальевич Безруков обвиняется по следующим направлениям. Злоупотребление своими должностными обязанностями и незаконные финансовые коммерческие операции, связанные с губернским театром. Стало известно, что Сергей Витальевич Безруков в свободное от работы время сдавал многочисленные помещения губернского Московского театра под сомнительные коммерческие проекты. Об этом не раз говорили его сотрудники. Однако Сергей Витальевич Безруков не реагировал на жалобы и продолжал свой незаконный коммерческий бизнес. На данный момент дело о коммерческих нарушениях театра Сергея Безрукова передано в Следственный комитет Российской Федерации до завершения окончательного расследования. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. На этой неделе Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым открыла два новых филиала на территории России. В городе Кемерово и в поселке Шкотово Приморского края Российской Федерации. На данный момент на территории России работают уже 82 подобных заведения. Член антикоррупционного комитета и известная певица Ирина Аллегрова в июле месяце даст три благотворительных концерта на территории России. В городах Петропавловский, Камчатском, Самаре и Казани. Все денежные средства, вырученные в результате концертов Ирины Аллегровой, пойдут на строительство трех новых онкологических детских центров в этих городах. Печальная новость о известном певце Сосопа Вляшвили. В свой юбилей, 60-й день рождения, известный певец оказался в больнице, предварительно с коронавирусной инфекцией. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.